МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Клич, что сейчас собираются деньги на новый объект. Что, кстати, со старым, с последним? Арку закончили? Видел, что вчера еще доработки идут, но здесь, наверное, все-таки вопрос в перфекционизме, вырисовывать детальки, бусинки и прочие полосочки, чтобы это все было симпатично, чтобы близко человек подошел, и ему это все дело тоже понравилось, а не только издалека. Но думаю, что скоро-скоро уже совсем. Как вообще выбираются объекты? Согласование нужно ли получать? Последняя арка, мы же изначально договорились, что во время фестиваля Квартала у нас будет арка под театром драмы, точнее, мы договаривались насчет нее, она постоянно разрисованная какая-то, заклеенная объявлениями, но что-то там пошло не так в переговорах в Министерстве культуры, вроде края, сказали, что давайте пока подождем, отложим, да, у них там телекомиссия какая-то приезжала, я не готов сказать, какие там причины, и у нас есть дружественная управляющая компания, сервис-центр называется, мы спросили, а у вас там есть же какие-нибудь объекты, которые вас беспокоят, которые постоянно приходится красить? Да, вот, пожалуйста, Муравьево-Амурского 31, прямо самая красная линия под фестиваль подходит. А те объекты, с которыми вы сейчас определяетесь, они согласованы и на которые собираются деньги? Сейчас важный диалог, скорее, запустить важнее, нежели что-то согласовать. Ну да, конечно, то есть, когда мы начинали этот проект, там с администрацией, мы с ребятами из администрации это все проговаривали, да, и пока этот проект, насколько я помню, Женя Мишталин у нас запустил, говорит, а давайте попробуем, может быть и правда это интересно людям. Ну, выяснил, что интересно, по-моему, порядка 10 тысяч там собрано. Уже собрано на сегодняшний день. Да, да, да. А интересно, вот какие суммы люди вкладывают, поскольку сбрасывают? Вот я вчера буквально подслушал Женин разговор, ему кто-то звонил из ваших коллег, есть, там, мы не высчитывали еще так называемый медианный платеж, да, когда вот есть какая-то сумма, и 50% больше нее, и 50% меньше. В среднем сложно говорить, но там, я точно знаю, что есть платеж 3 тысячи, да. Это максимальный, наверное, был. Да, есть там кто-то, кто-то скинул там меньше 100, да, то есть, и вот как-то сходу-то и не скажешь, да, какая сумма средняя. Ну, наверное, в среднем рублей 200. Вот, Вась, вот смотри, вы, получается, рисуете, фантазируете, а есть ли недовольные? Я не рисую. Ну, хорошо, ваша команда. Допустим, есть те, которые говорят, а что вы творите? Есть те, которые говорят, что вы творите? Ну, конечно, есть, да. Ну, всегда это найдется человек, если что-то кому-то нравится, наверняка найдется тот какой-то один человек или несколько, кому это не нравится. Конечно, у нас есть свои хейтеры, они считают, что мы какой-то ерундой занимаемся тут украшательством. Но тут-то вопрос в другом. Стрит-арт – это не украшательство в первую очередь. Это инструмент. Я не зря сказал про то, что, в принципе, есть проблема, да, у управляющей компании, например, есть проблема в том, что заклеивают вот этими вот объявления эскорт-услуги у нас, да, ночные бабочки, там, потом у нас есть реклама наркотиков, там, хабстав, всякая такая фигня, да, вот есть. И некоторые, допустим, в образовательных учреждениях, да, там, представители их, они даже об этом не знают, что у них возле школы реклама запрещенки, ну, и прочее-прочее всякие там, всегда трезвые грузчики. За это управляющие компании, вообще-то, штрафуют за то, что есть. Ну, да, но очень сложно просто поймать. Что им приходится делать, да, мы видим какие-то заплатки постоянно, то есть мы видим дом, да, там, возле подъезда особенно, да, там, после этих объявлений, валиком, тык-тык-тык, белая красочка или какой-нибудь, но любой и какой-то там расклещик объявлений, и какой-то художник воспринимает чистую поверхность, как чистый лист. То есть на практике, и чем пестрее какая-то поверхность, тем меньше просто это желание наклеить, или просто этого объявления не видно. Паттерн, да, какой-то паттерн должен выбираться, чтобы это было, чтобы там было максимальное количество деталей. Если я там что-нибудь напишу, то этого просто не будет видно, даже если повесить объявление. Живой пример, вот опять же, с той же управляющей компанией, у нас был там пилотный проект, после лестницы, то есть он уже обратился к нам. Это Тургенева, кажется, 62, если я не ошибаюсь, на подъеме от Уссурийского бульвара к Комсомольской площади. Там иллюстрация Геннадия Павлишина и сказки Моргена и его друзья. Он сказал, что за прошлый год, кажется, за прошлый год он сэкономил на восьми покрасках. Первое мая, девятое мая, тридцать первое мая, первое июня, первое сентября и приезды трех там официальных лиц. Не помню, там прокурор приезжал. Еще и экономическая выгода. Да, конечно, если говорить о сотрудничестве именно с управляющими компаниями. Ну и плюс, не рисовать что, а бы что, а все-таки, чтобы было какое-то еще культурное просвещение. Я не знаю, там тот же Павлишин на Тургенева, та же лестница, где куча, там можно получасовую экскурсию сделать. И тоже эти периоды себя представляли какое-то такое жалкое зрелище, очень уныло. А там же рядом интуристы, там же ходят, да, вот китайцы, там их много очень ходят, да, там много вообще туристов. Первый стрит-арт именно вот в просветительском направлении. Я помню, это «Мальчиш-плохиш» Кайдара, да? Это Саша Колбин и Паша Шугуров. Саша очень долго собирался, они обсуждали. Паша Шугуров – это человек, который готовил к саммиту ОТЭС в Владивосток. Он художник очень известный, не только на Дальнем Востоке, в России, в Питере очень много его работ. Он модерировал нашу встречу, это была первая открытая встреча Центра прикладной урбанистики. И они с Сашей так посетили, поговорили, он показал свои эскизы, он говорит, да ты же готовый художник, пошли рисовать. И пошли, и сделали вот это. Там же легенда есть, что Гайдар, здесь у него были психологические проблемы. Да, он находился в клинике и в этот момент написал произведение. Да, и то ли написано, то ли наброски. И фактически это был такой акт, который назывался «Мальчишки-бальчишки, родился в Хабаровске». Из тех объектов, которые сейчас выбираются, Арка Насерышева, мне кажется, и, наверное, не я одна такая, которая думает, что, возможно, может быть, ее не нужно трогать. Тут какая история. Мы не навязываем никогда, мы за диалог. Мы не утверждаем, что Арку нужно закрасить. Но то, что там сейчас происходит, Асерыш, это один из моих вот этот вот именно пятачок, да, там, Калинина-Запарина, там, и до Советской вниз. Я там провел свою молодость, жил там, и для меня это очень близкий район, да. Я постоянно видел, что эта Арка, она зарисованная, то есть, ну, проблему нужно решать. Может быть, там будет вообще какая-нибудь, не знаю, дранка и виноградник. Может, это тоже решение проблемы. Поверхность закрыта, закрыта, а живая стена какая-то. Вот мы познакомились с ребятами, которые делают так называемую живую штукатурку. Может быть, это они сделают что-то, да, может быть, еще что-то. Ну и важно, чтобы был обязательно элемент культуры, потому что, и чтобы это было качественно сделано, да, как-то красиво, а не тяп-ляп-строй какой-то, да, потому что культура, она, ну, на лестнице, в общем, да, живой пример. На лестнице раньше там такой есть, ведь театр назовем это, да, в общем, такая площадка в середине, и там постоянно собирались так называемые маргинальные группы, да. Ну, ребята боярышник реально стояли, пили. И когда лестницей начали заниматься, это же был долгострой, там было, по-моему, 70 дней, мы посчитали, 70 дней был проект, и он стал, видно, что за ним следят, видно, что он несет какую-то культурную составляющую, да, в нем есть она. И однажды Денис у нас там, он как раз был проектным менеджером там на месте, такой, нет, он, наверное, был типа что-то технического директора этого проекта. Он говорит, иду я как-то, и там стоят два каких-то вот персонажа, которых мы привыкли видеть там с бутыльком, да, там они такие все, ну, как бывший интеллигентный человек, два штуки. А стоят, говорят, слушай, как обычно встали, говорят, слушай, пойдем в какое-нибудь другое место, что здесь слишком как-то красиво, что ли. Есть, да, есть статистика такая, что в метро там меньше самоубийств стало, по-моему, в британском, я уже, или в американском, когда там освещение, да, там чистота и культура. Где причина, где следствие. Правда? Смотри, к урбанистике еще 10 лет назад, если мы берем общероссийскую тенденцию, относились как к хипстерству. Сегодня ты чувствуешь, что как-то по-другому уже на это смотрят, как на искусство, как на науку? Ну, не знаю, почему к хипстерству, наверное, не то, что как к хипстерству, а как к чему-то новому и импортируемому, да. Поэтому, ну, все, что новое, оно приходит. Хотя это не новая история. Вячеслав Леонидович Глазачев уже, уже еще в советские годы его называют одним из четырех отцов российской и советской урбанистики, собственно, мы его и дело и продолжаем, да, сеть ЦПУ, ее там создал Свят Мурунов, он ученик Глазачева, архитектора. Ну, там не только архитектора, у него много там, можно перечислять, чем он занимался. И просто именно в медиапространстве, там, журнала а-ля Виладж и Афиша начали писать именно различные голландские, там, датские кейсы, американские, да, вот эти вот симпатичные хипстерские, там, литейринг, там, вот это все, да, какие-то вот, и некоторые команды в России, то есть поняли, что, ну, допустим, они занимались там дизайном и брендингом, да, они такие, о, будем заниматься урбанистикой, начали этим заниматься, а поскольку было вообще ничего, у нас, в принципе, до сих пор два варианта осталось развитие общественных пространств. Один такой советский, так, тропинки с поворотами 90 градусов, там, брусчат, какой-то камень, ну, в смысле памятник какой-нибудь стоит, да, там, кусты ровненько подстрижены и так далее. И второй вариант – это хипстерская вот эта вот история. И та, и та, она будет изначально восприниматься на ура, но потом люди поймут, что что-то как-то это не про нас, потому что все, наверное, должно как-то отталкиваться от культуры, да, этой страны. И у нас немножко все, конечно, по-другому. У нас культурные цепочки были в два раза разорваны. И так вот взять сейчас готовый модуль перетащить, а то, что мы там отстали там на много лет, и нужно сейчас это быстро догнать, да, пройти-то все. Об этом почему-то люди забывают. И вот мы, собственно, про то, что проблема, городская проблема, конфликт какой-то городской, средовой, да, конфликт, может вдохновлять на какие-то технологии. И может быть, когда-нибудь появится, она не уже появляется, но в каком-то широком понимании русская урбанистика начнет конкурировать с западной. Вась, и последний вопрос, только попрошу ответить тебя коротко, потому что время нашей программы истекает. Вот ты коренной хабаровчанин. Ага. Ведь ты не сразу родился и вот урбанист. Как ты к этому пришел? Наверное, с журналистикой я к этому пришел. Шесть лет я отработал на радио «Восток России», и там говорили об очень важных проблемах каких-то, да. Я понимаю, что я проблему-то поднимаю, она не решается. Ну и как-то, наверное, бомбануло, что ли, и подумал, что, ну, хоть я и капля в море, но, по крайней мере, я бы хоть попытаюсь что-нибудь сделать. А вас уже так много. Не знаю, не считал никогда. Не считал. Вась, большое спасибо тебе за информацию. Творите, мы будем с удовольствием наблюдать и снимать про это репортажи, почему нет. Всего доброго. Спасибо. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»